Лесозаготовители в Бугучанском районе получили новую технику. Почему топоры и бензопилы устарели, выяснял Владимир Жаринов. С наступлением ночи в глухой тайге Бугучанского района работы не заканчиваются. Лесозаготовка идет круглосуточно при помощи новой скандинавской техники, харвейстеров, процессоров и валочных машин. В современной дровосейке кардинально отличаются от своих предшественников. Это даже не трактористы, а операторы. Они управляют компьютерами на гусеницах, приходят и уходят с работы с чистыми руками. Машины сложные, минимум несколько компьютеров в них стоит. Кабины очень удобные в этих машинах. То есть они непробиваемые, они шумогосящие. То есть все, что можно придумать, все там есть. Производительность труда с такой техникой повысилась в три раза. Сигежа Групп открывает и новые рабочие места. Сырье хранят на берегу реки. Сейчас на нижнем складе продолжается накопление лесоматериала, но уже весной, примерно в мае, это происходит сразу после ледохода. Из бревен формируют гигантские плоты и по ангаре доставляют до лесосибирского ЛДК. Объем по прошлому, 19-му году, мы произвели пиловочного сырья в объеме 203 тысячи кубов. И этот же объем был поставлен плотами на ЛДК номер один в город Лица-Сибирск. И уже к лету богучанские ели, сосны и лиственницы попадут на лесопереработку в столицу отрасли в регионе, чтобы далее превратиться в важнейшие промышленные товары с высокой добавленной стоимостью пиломатериалы, ДВП и пилеты. Владимир Жаринов, Александр Усатенко, Вести Краснояск, из Богучанского района.